Я тут недавно выяснил, что, оказывается, я крутой аналитик, и я даю точные прогнозы. Я посмотрел свой прогноз на этот год, который прошел, который я давал почти год назад. То есть, 7 декабря я выпустил видео с прогнозом на курс доллара. И я пересмотрел офигительно точный прогноз. И сейчас я готовлю прогноз на следующий год. Ну, сейчас я обо всем расскажу. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Девятков Юрий пересмотрел видео, свой прогноз на предстоящий год, на 2021 год, который я снимал ровно год назад. Дело в том, что ровно год назад люди начали распускать какие-то слухи, панику о том, что надо покупать доллары, что рубль скоро рухнет. Что доллар будет стоить 100 рублей, 120 рублей. Кто-то писал, я такой думаю, ну почему, как. И я в этом прогнозе сделал, ну такой исторический обзор, что с долларом, почему, как. И в этом обзоре я, ну прямо вот буквально с научной точки зрения показал, что, в общем-то, ничего с долларом не будет и с рублем тоже. И не надо бежать покупать доллары. Были мои рекомендации в этом обзоре. И почему я об этом говорю? Потому что этот прогноз еще актуален. Ну сейчас уже, правда, мало кто говорит, что надо покупать доллары, бежать, что доллар будет стоить 100 рублей скоро. Но мой прогноз оказался точным. Что еще в этом видео я говорил? Кроме того, что будет с долларом и почему. Посмотрите обязательно это видео. Прямо вот оно еще до сих пор актуально. Потому что там многое не изменилось. Там этот прогноз годится, ну буквально там на 2-3 года еще может быть. А еще я говорил, куда надо инвестировать, куда надо вкладывать вместо того, чтобы покупать доллары. И эта моя рекомендация оказалась еще более точной и просто офигительной. Смотрите, я говорил, что, ребята, надо покупать не доллары. И не надо оставаться в рублях, не надо держать деньги на депозитах. Самое выгодное, говорил я это, вкладываться в фондовый рынок именно в акции. И я даже сказал, в какие акции, ну то есть предположил, в какие акции, какой точный прогноз оказался у меня. И если кто-то послушал, то есть вот есть люди, которые меня послушали, и они благодарны. Ну а те, кто не послушал, кусайте локти, потому что мой прогноз оказался абсолютно точным. И я просто вот удивлен, насколько. Только, смотрите, в самом деле, я говорил, что, ну, во-первых, я говорил, что надо разбить все на две части. Это сказать, там, часть в рублях, часть в долларах. Это остается актуальным. И сказал, что рублевую часть надо вложить, ну там, в российские акции, значит, и другие ценные бумаги. Я рассказывал, ну там, какие я регулярно показываю свой портфель. Вот. И вторую часть я рекомендовал в валюте, в долларах конкретно. Но не только в американские акции. Я говорил, я говорил, что, скорее всего, ну, будет развиваться весь мир. Ну, правда, не совсем точно здесь я сказал про китайские акции, что они вырастут. Но, в общем, так сказать, у меня доля китайских акций до сих пор остается в портфеле. Она не такая большая, но она есть. И я сказал, что, ребята, будет развиваться Индия. И я купил акции одной индийской компании. Я ее нашел. Тата Моторс. Так вот, за полтора года, я их купил, ну, за полгода до того видео, насколько я помню. За полтора года акции, а может и год назад, ну, короче говоря, вот эти акции выросли у меня в пять раз. Вы представляете, в пять раз акции индийской компании. Что это за компания? Да я могу сказать, это Тата Моторс. Сейчас вы видите график роста акции этой компании. Я недавно вообще, значит, думаю, ну все, она выросла, пора ее продавать, потому что она выросла. И немножечко замешивался, я уже снимал про это видео. Значит, не продал, думаю, в понедельник продам. А в понедельник она, биф, еще взлетела. Вот такая компания. Такой точный прогноз у меня оказался. Тата Моторс, это крупнейшая индийская компания, она толкнула весь фондовый рынок Индии вверх. И эта автомобильная компания, индийская, крупная, она купила, ну, Индия, вы знаете, была раньше колонии Англии. Так вот, они сейчас в этой самой Англии купили Лендровер и Ягуар. То есть, компании просто вот купили. И сейчас Лендровер и Ягуар, это, ну, принадлежат во многом Тата Моторс. Вот такая компания хорошая. Вот и такой точный прогноз. И смотрите, еще один момент. Я говорил, что надо вкладываться там, ну, часть в российские бумаги, часть в иностранные, там, часть в рублях, часть в долларах. Вторая акция, которая у меня дала самые мощные, они вот так соревнуются между Тата Моторс и кто? Тинькофф. Тинькофф Банк. Он у меня куплен в виде АДР, это тоже долларовый актив. Это депозитарные расписки, они торговались на лондонской бирже, сейчас, не знаю, там, на московской бирже. По-моему, они до сих пор в виде АДР. Так вот, они выросли тоже где-то в четыре раза у меня. И, ну, Тата Моторс сейчас опередила. В какой-то момент Тинькофф опережал. Вот такие вот были мои точные рекомендации. И сейчас я готовлю новые рекомендации. Еще раз могу сказать, что те, кто не успел воспользоваться ими, ну, сильно прогадали, потому что такого роста уже, скорее всего, не будет, который был в 2021 году. Почему его не будет? Ну, я об этом готовлю сейчас следующий прогноз. Ну, а сейчас я могу сказать, что тот прогноз, который я сделал год назад, он еще актуален. И я думаю, что он будет актуален где-то, ну, как минимум до января-февраля месяца. Так что, посмотрите. И самое главное здесь выбрать акции нужной компании. Как это сделать? Ну, я об этом рассказываю. Ссылочку вы найдете там. Курс биржи для чайников. Он находится на моем сайте. demetkov.ru Ссылочка, так сказать, будет в описании или вон там. Пожалуйста, вы прямо сейчас ее видите. Переходите и посмотрите то самое видео, о котором я говорю. Я вообще, ну, очень точный прогноз. Ну, а чтобы не пропустить следующий прогноз, оставайтесь на моем канале, поставьте колокольчик и до встречи. Я готовлю прогноз на следующий год.